Почему вы потеряли память? Я пошла сдавать кровь, упала в обморок, после чего очнулась в больнице и все, поняла, что я не помню кусочек своей жизни. По рассказам, соответственно, мужа, он говорит, я сидела друга, ты мне позвонила, спросила адрес, куда ехать, вызвала такси, приехала на место, позвонила еще раз, спросила этаж и, в общем-то, сидела, ждала меня, пока я не пришла. У меня были тяжелые головные боли, мигрени, и они ухудшались, и вот после приступа начинались потери памяти. То есть как-то однажды это случилось, я на улице шла и поняла, что все, я потерялась. У меня эти приступы продолжались с 16 до 30 лет. Я потерял память после выхода из диабетической комы. Осознание того, что я потерял память, было довольно-таки внезапным. Когда я начал прокручивать в голове какие-то события прошлого, я понял, что они у меня стерты. Я не могу их вспомнить, не могу понять, почему я попал в кому, как это произошло и так далее. Что вы забыли? Потеря — это не отрезок времени, это потеря в принципе. То есть я могла вспомнить, допустим, слово «ручка», но объяснить, что такое «ручка» я не могла. Либо я видела предмет на столе, но я не знала, как он называется. То есть я действительно забывала вообще все. Я даже своего имени не могла вспомнить. Случаи, которые мне рассказывали, и я не могу вспомнить, да, такое было. И для меня это как будто мне рассказывают, это было не со мной. Я забыл абсолютно все, что было за мои полгода до диабетической комы. Вот какие-то оторванные знания по типу стихотворений, каких-нибудь наук, что-нибудь такого, такое, конечно, утратилось. Если раньше я мог абсолютно без проблем читать литературу в оригинальном английском языке, сейчас некоторые слова я уже понимаю, что не помню. Я забыла себя где-то вот с конца ноября, а в середине февраля я упала. Именно три месяца подряд я забыла и некоторые факты из прошлого. То есть мама мне давала кольцо, я его не отдала. И мне звонят, спрашивают, Настя, а где кольцо? Мама приехала забрать его, хотела на чистку отвезти. Я спрашиваю, какое кольцо? То есть я какие-то еще фрагменты из прошлого, конечно, да, были утеряны. После первого случая у вас были еще приступы амнезии. Приступов амнезии таких не было, таких явных. Но вообще амнезия – это не какое-то единоразовое забывание чего-то. Это комплексное явление. Оно проявляется в потере памяти, в плохом запоминании, в дезориентировании. Я мог выйти из дома и забыть, где я живу. Для меня это было вполне уже привычно после комы. После вот этого сотрясения у меня проблемы с памятью начались, и до сих пор они есть. Я заказываю еду домой, и я спрашиваю, Миша, а какой у нас номер квартиры? Я забыла. То есть вот эти какие-то непонятные абсолютно проскоки до сих пор остались. Первого числа я там подобрала окошку. И вроде я не могу это забыть. Я думаю, что забыть я этого не могу. Но я постоянно забываю. Когда это стало продолжаться все чаще и чаще, вот это последнее, когда меня уже застало на улице, я не знала, что такое телефон, я не знала, как набрать номер, чтобы позвать на помощь. Это было, наверное, час. Вот после этого я уже пришла домой и сказала, что мне нужно куда-то идти обследоваться, и нужно искать какого-то хорошего доктора. Вы пытались самостоятельно восстановить воспоминания? Я пытался восстановить память, спрашивая у людей про события этих полгода. Ты спрашиваешь очевидцев, они тебе рассказывают, но у тебя ощущение, что это все было не с тобой. И из-за этого такие воспоминания, они не встраивают мой мозг, как мои собственные. Я листал переписки, я листал, смотрел, чем я жил вообще в это время. Все равно ощущение, что это абсолютно другой человек. Тебе кажется, боже, почему ты так поступаешь? Это же абсолютно глупо. Чем ты вообще занимаешься? Ты воспринимаешь себя как со стороны? Конечно, я постоянно спрашивала, я осматривала фотографии. Я ездила и к брату в гости, и к маме в гости, и ко всем в гости, где мы только были. Вот мы здесь ходили, мы с тобой тут были. Но почему-то очень злило всех моих родственников, потому что я это не помню. И мне там брат рассказывает, ты знаешь, каких денег стоил этот поезд? У него день рождения 14 февраля, у меня 6-го, и мы вместе собрались с ним вдвоем, мы поехали в Таиланд, накопили за год, поехали. Я вижу миллион этих фотографий и видео, и он говорит, таких денег стоило поездок. Я все время думала, что меня обманывают. Меня поставили, действительно, на хромаке отфоткали, чтобы думали, что я отдохнула. А на самом деле я не отдыхала. Но только загар, конечно, я смотрю, а я загорела. Мы собирались с друзьями, и друзья меня водили в те места, которые мне очень нравились, которым многие связаны именно вот наши общие воспоминания. Не могу сказать, что я вспоминал именно события, но я вспоминал, что в этих местах мне хорошо, в этих местах мне приятно. Что вы делали на случай, если снова что-то забудете? Начинался приступ, алгоритм действия никакого не было, потому что он мог начаться в любую секунду, и я даже не понимала, что могло его спровоцировать. Он мог захватить меня просто врасплох. Готовому к этому быть невозможно. А в таком состоянии совершенно ничего не понимаю, что происходит. И помочь сам себе не можешь. Никто не подходил, ничего не спрашивал. А я и спросить-то ни у кого не могла, потому что бывало и речи снималась. Да и обратиться даже слова не можешь, вспомнить. Помогите, слово элементарного ты не можешь сказать. У меня в заметках на телефоне был адрес, где я живу, какая квартира, какой ключ, чтобы вернуться домой хотя бы, когда я вышла за продуктами или просто погулять. Что-то важное я стараюсь себя записывать. У меня первое время везде висели бумажки. Я собираюсь на улицу, мне нужно взять телефон, наушники, зарядку, пакет документов. Мне нужно написать на руке номер телефона, вдруг я где-то потеряюсь. Я иду на кухню, выпей таблетки и попей воды. Я все время теперь хожу, я все записываю. У меня началась манишка, я все пишу. Вдруг я забуду, чтобы потом прочитать и не восстанавливать через кого-то память. И телефон, конечно, у меня в заметках. Я постоянно, у меня какие-то будильники, напоминания, что ты сделал вот это, ты не делала то, тебе нужно сделать то, тебе нужно сделать это. Ты не запишешь, ты забудешь. Вы забывали людей? Люди, с которыми я пересекалась там раза три в жизни, а так нет. То есть все основное было на месте. Я забывала каких-то маминых подруг, которые... Настя, как дела? Ну что случилось? Я такая, мы знакомы? Кто это? Мама, скажи, пожалуйста. Я не знаю. И почему-то очень люди обижались. Как же так вот она это не забыла? А меня... Я ей 5-17 лет назад там памперсы меняла. И она забыла меня. Да, безусловно, есть такие люди. Я же нахожусь в ВУЗе, и там очень много знакомств. И когда я вышел после КОМ и ВУЗ, со мной здороваются люди. Я здороваюсь, и я понимаю, что я не знаю этих людей. Люди все-таки понимали, что это память, это кома, это все же тяжкое состояние. Проблем не было, но все же чувствовать, что люди немного огорчены, что все-таки я их забыл. И они пытались все больше и больше моего внимания привлечь, чтобы я не забыл в следующий раз. Во время приступов, если близкие люди подходили, кого-то я могла узнать, а кого-то нет. Я если шла по улице, люди могли со мной поздороваться, я вообще не понимала, кто это. И я просто проходила мимо. Меня потом спрашивали, почему ты не здороваешься? Я говорю, когда? Мы тебя видели, я не помню этого. Люди верили в то, что у вас амнезия? Родственники, конечно, да. Муж сразу, конечно, понял, потому что он говорит, я пришел, я думала, я прокляну тебя, мне уже не было тебя жалко, потому что ты раз 20 спросила, какой сегодня день, какой сегодня месяц, и ты постоянно плакала после того, как я тебя отмечала. Постоянно были истерики, как же так уже в феврале. Но в большинстве случаев люди почему-то думают, что я вру. Это же очень весело придумать, что ты три месяца не помнишь. Знакомые, какие-то друзья, они говорят, ну, такое бывает только в фильмах. И началось то же самое, опять злость, ну, как же ты не помнишь, мы же вот были. Еще очень всех веселилось, что я рассказывала о ситуации, что я память потеряла несколько раз одному и тому же человеку, просто потому что я забывала, что я уже рассказала. Ого, ничего себе! Вот это да! А может, ты потом еще вот это сделала? И я сидела, не понимала, откуда ты знаешь? Очень обидно. Нет, конечно, многие мои близкие не верили мне, считали, что я вру, но это все было на первых этапах, и тогда можно было заметить, что действительно что-то не так в моей памяти, потому что я не мог запоминать что-то примитивное. И когда они с этим сталкивались, когда понимали, что я действительно не могу вспомнить, они уже начали все-таки больше верить мне и понимать. Здесь мне, в общем-то, повезло, близкие верили, потому что состояние такое, когда действительно у тебя спрашивают, и ты не можешь ответить. Отнималась речь. Состояние показывало само за себя. Вам удалось что-нибудь вспомнить? Какие-то абсолютно мелкие. Мы шли по супермаркету с мужем, и я увидела там тайское пиво, и я так, хоп, какой-то флэшбэк, прям микро-микро-момент, что я пила его. Не так давно это было. То, что я лежала в больнице незадолго до этого. Я почему-то проезжаю мимо больницы, я, хоп, такой маленький-маленький флэшбэк словила. То есть это даже не воспоминание целое, а это как воспоминание о том, что я вот здесь, я когда-то шла. Это очень радовало, и в тот же момент очень пугало. Ты понимаешь, что это воспоминание, но это как будто воспоминание, которого не было. Я стояла как ошарашенная там. Мы стоим в магазине, у меня муж спрашивает, Настя, что случилось? Я говорю, я вспомнила. Он говорит, что вспомнила? Я лежала. Он говорит, что? Ты даже не расскажешь, что полностью? Я говорю, а я не помню, что полностью? Я лежала с пивом. Память у меня возвращалась. Сначала минут через 10, а потом это становилось все дольше. Самый длинный период, когда не можешь вспомнить, это 6 часов. Когда теряешь память, то действительно невозможно передать словами. Это очень страшно, потому что ты не понимаешь, где ты находишься. Потому что было ощущение такое, что, наверное, я сейчас умру. И когда это все проходило, то только, наверное, радость была. Я радовалась, когда вспоминала слова. Я радовалась, когда понимала значение этого слова. Нет, к сожалению или к счастью, какие-то эпизоды жизни, которые были в эти полгода, они таки остались неизвестными мне. Я рады вам сравнивать. Продолжение следует...